Аудиокнига Сергея Бакшеева Контужный Глава первая Я слышу надрывной голос Прицел 640 Угломер 3120 Огонь! Выстрел! Вжимаю голову, распахиваю рот Боль, темнота Открываю глаза Свет, зажмуриваюсь Боль сжет в груди А в голове накатывают волны тяжелой мути С опаской разлепляю веки Не так уж и ярко Надо мной белая преграда Не сразу соображаю, что это потолок Я не в окопе, не в блиндаже И не в раздолбанной снарядами хате Взгляд вправо Окно Настоящее окно с целыми стеклами А не стена из мешков с песком За стеклом ветер треплет пожелтевшую листву Деревья, зеленка Удобное место, чтобы замаскировать миномет Нельзя терять время Нужно подготовить огневые позиции Основную, резервную и ложную Серия выстрелов и смена дислокации, чтобы ответкой не накрыла И вновь хриплые крики Огонь! Выстрел! Огонь! Стоп! Я вижу, как шевелятся мои губы Это мой голос О чем это я? Лесопосадка, миномет, огневая позиция Я отдаю приказ Тяжелая мина опускается в широкий ствол Сейчас долбанет Голова вжимается в плечи И распахивается рот Тело привычно реагирует на привычную работу Но отзывается непривычной болью Руки скованы Я не могу прикрыть уши Сейчас оглохну Дергаюсь изо всех сил И жуткая боль пронзает грудь Я в плену Страх тисками сжимает сердце Я перевожу дух И поворачиваю голову влево Железные спинки кроватей Мечта солдата-окопника Я лежу на такой же Комфортный плен Пытаюсь приподняться Напрягаю тело И словно нож под ребра Дикая боль Жгучие слезы До помутнения в глазах И постыдный стон Я дергаюсь Задеваю какие-то трубочки Об пол Разбиваются склянка Когда взор проясняется Я вижу недовольную девушку В белом халате На полной груди Колышется бейджик С именем Марина Белая одежда И крестик в вырезе халата Успокаивают Но Марина ругается Ты что творишь? Хочешь загнуться? Инвентарь угробил Она сдергивает с меня простынь Я полностью голый Обе руки примотаны к кровати Левая по локоть забинтована В правую воткнут катетер Соединенный с капельницей Наклейки пластыря на бедрах На груди из левого бока Торчат две дренажных трубочки Верхняя вставлена в мерный сифон С прозрачной жидкостью А нижняя сиротливо болтается Стеклянный сифон Я разбил В нем была кровь Которая сейчас Расплывается Алой кляксой На светлом полу Где я? Шепчут мои пересохшие губы Из ада выбрался А рай еще надо заслужить Зудит Марина Она говорит на правильном русском Без всякого щетреба Я не в плену Здесь наши Но почему я связан? Медсестра пережимает пустую трубочку И убирает склянки с пола Приносит новую бутыль Подвешивает к кровати Вставляет трубочку сквозь пробку Я вижу Как в сифон сочится кровь Моя кровь Марина делает укол В мой голый зад И объясняет Концы трубок Должны быть в физрастворе В воздух попадет Загнешься А укол Чтобы на стену не лез В целом понятно Но я озадачен Хмуро смотрю на связанные руки Марина вздыхает И поправляет капельницу Ты буйный Война в голове С передовой вернешься Развяжем Что со мной случилось? Хочу спросить я Но не успеваю Помощь медсестры Требуется у другой кровати Через какое-то время Укол действует Боль, как внутренний дикообраз Сжимается и замирает под кожей Если не шевелится Боль дремлет И не расправляет ужасные иглы Я так и делаю Пялюсь в потолок И пытаюсь вспомнить Как я сюда попал А в голове По-прежнему тошно и мутно Я в больнице С этим понятно Далеко от передовой Раз стекла целы В голове вертятся команды На позицию К бою Прицел Огонь Выстрел Постоянно вспоминается Миномет Я вижу его Во всех деталях Наверное, я Минометчик Выкрикиваю команды Выходит, я командир расчета Да, точно Мы прошли через Лисичанск Закрепились на окраине села А дальше Морщусь от досады Дальше ночь И сплошная темнота Надо мной Появляется уставший Небритый мужчина Ловит мой взгляд Спрашивает Я врач Юрий Николаевич Как себя чувствуешь, боец? Когда-то давно В прошлой жизни В фильмах о войне Я видел страдания раненых Но не мог представить Насколько это больно Теперь представляю На собственной шкуре Но разве я такой один? Нормально Отвечаю доктору А что случилось? Тебе повезло Вас накрыло артиллерией Выжил только ты В мутной голове Чуть проясняется Ночь Прилет Вспышка Темнота Я слабо дергаю Левой рукой На лице Гримаса От душевной И физической боли Я Выжил Но В каком Виде Выдавливаю Страшный Вопрос Я Целый Переломы Пятиребер Со смещением А также Левого предплечья И ключицы Левое легкое Повреждено Схлопнулось Пневномоторакс Гемоторакс Объясняет врач Непонятными терминами И заверяет Это поправимо Всего лишь Вишенка На торте Не помню Тортов С вишнями Но Смысл Доходит Вишенка Нечто Маленькое По сравнению С большим Тортом Если все Перечисленное Всего лишь Вишенка А Торт Спрашиваю я Врач Отводит Взгляд Перелом Основание черепа Закрытая Черепно-мозговая Травма Контузия Мозга Второй степени Ты Восемь дней Лежал Без сознания Тяжелой Голове От неприятных Слов Становится Еще Хуже И Что Это Значит Сейчас Узнаем Как тебя Зовут Сколько Тебе Лет Первая Реакция Усмешка Что За детские Вопросы Он Меня За дурочка Считает Распахиваю Рот Но Углы Губ Быстро Опускаются От Спонтанных Мыслей Нарастает Головная Боль Имя Имя И Вдруг Озарение Кит Восклицаю Я Врач Хмурится Его Сомнения Передаются И Мне Не Не Ужели Меня Зовут Кит Сколько Тебе Лет В Контуженной Голове Плавают Самые Разные Числа Двадцать Двадцать Пять Гадаю Я И Не Получаю Ответа Больше Ты Поступил Без Документов Кит Скорее Всего Позывной Хорошо Если Твой Попробуй Вспомнить Имена Друзей У Меня Есть Друзья Это Точно Наводчик И Заряжающий Я Вижу Их Около Миномета Мы Воюем Вместе Грохот Выстрелов Я Выкрикиваю Команды И Имена Чех И Шмель Радостно Восклицаю Я Тоже Позывные Для Начала Неплохо Чех Иностранец Я Напрягаю Память Морщусь Голова Болит Сильнее Зажмуриваюсь Бой Снова Меняет Реальность Миномет В огневой Позиции Цель Определена Я Сверяюсь С таблицами Стрельбы И Отдаю Команду Чех Слева У миномета Производит Наводку Шмель Подносит Мину Справа Огонь Кричу Я Десять Снарядов Заградительный Огонь Выстрел Я Корректирую Чех На прицеле Шмель Подгоняет Снарядного И подносчиков И только Врач Мешает Нашей Дружной Работе Юрий Николаевич Проверяет Как привязаны Мои руки И зовет Медсестру Марина Сделай Нашему Контуженному Укольчик Он Устал Укола Я Не чувствую Но голоса И лица Вязнут В темноте Я Падаю В облако Забытья Продолжение следует...